Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава книги чисел, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Израильтяне уже готовятся войти в Ханаан, уже, собственно говоря, осталось только окончательно распорядиться, как они будут жить в этой земле, и 28, следующие, 29 главы нам сообщают о самом, может быть, центральном элементе этой жизни в обетованной земле — жертвоприношениях. Жертвоприношения — то, что устанавливает связь между общиной Израиля или отдельным человеком и Богом. Это связано с животным, которое лишается жизни, и, соответственно, его жизнь становится, с одной стороны, выкупом за жизнь грешника, который сам достоин смерти, а, с другой стороны, вот эта кровь, которая проливается, это вот носитель жизни, которая вот за человеком сохраняется, которая становится основой, это кровь такого союза между Богом и человеком, он в каждом жертвоприношении, по сути дела, подтверждается и даже отчасти возобновляется. Но жертвоприношения делаются не абы как, их определяет сам Господь. Господь сказал Моисею, велись нам, Израилем, следить за тем, чтобы они в назначенные дни совершали мне приношения, приносили дары, угощения для меня, благоуханный дым, приятный мне. Может быть, немножко слишком материалистичный, на наш взгляд, но понятно, что вот жертвоприношение — то, что Богу угодно, приятно. Но скажи им, вот дары, которые вы должны приносить Господу. Каждый день два годовалых ягненка, без изъянов, это регулярное всесожжение, всесожжение, то есть жертву, которая сжигается целиком. Одного ягненка приносив жертву утром, а другого вечером. И хлебное приношение, одна десятая эфы пшеничной муки, которая смочена четвертью гина вручную приготовленного оливкового масла. О чем идет речь? Собственно, они приносят такую жертву, которая похожа на обычную трапезу. Мясо, хлеб, вино. Единственное, что очень большой размер для человека. Фактически, вот когда все садятся завтракать и ужинать, питание было в основном двухразовым, в течение дня обедать не всем далеко удавалось. И они делятся своим обедом с Богом от лица всего народа. Вот это буквально выглядело так. Таково регулярное всесожжение, учрежденное на горе Синай. Это дар Господа, благоуханный дым, приятный ему. К этому полагается возлияние четверть гина на каждого ягненка. Возливай в святилище хмельное для Господа. Второго ягненка приносив жертву вечером, с таким же хлебным приношением и таким же возлиянием, как и утром. Это дар Господа, благоуханный дым, приятный ему. Каждый день два ягненка. В субботу два годовалых ягненка без изъянов и хлебное приношение, две десятых и пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом с возлиянием. Это субботнее всесожжение, совершаемое по субботам вдобавок к регулярному всесожжению с возлиянием. Вот суббота отмечается двойным утренним или вечерним приношением, в дополнение к ним. В новолуние раз в месяц, то есть, приносите Господу жертву всесожжения двух быков, одного барана и семь годовалых ягненок без изъянов. Это уже такое пиршество, причем новолуние действительно было большим праздником, когда отмечали это и все люди. И хлебное приношение, на каждого быка три десятых и пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом, на барана две десятых и пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом, а на каждого ягненка одна десятая и пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. Это всесожжение, дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. И возлияние, полгена вина на быка, треть гена на барана и четверть гена на каждого ягненка. Таково всесожжение, совершаемое по новолуниям в каждой из новолуний года. Сверхрегулярного всесожжения закалывайте козла, как очистительную жертву Господа с возлиянием. Другой вид жертвы, которая очищает от грехов те, кто ее приносит. Отдельно праздники. Отдельно праздники, собственно, рассказ не ведется. Это чисто ритуальный текст про жертвоприношение. Сопровождайте это хлебным приношением из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. Три десятых эфы на каждого быка, две десятых эфы на барана и по одной десятой эфы на каждого из семей гнят. Кроме того, закалывайте козла, как очистительную жертву для вашего искупления. То же самое. Все эти жертвы должны прибавляться к регулярному утреннему всесожжению. Совершайте такие жертвоприношения каждый день, все эти семь дней, вдобавок к регулярному всесожжению и с возлиянием. Это дар, угощение для Господа, благоуханный дым, приятный ему. А седьмой день да будет для вас священным. Не делайте в этот день никакой работы. Это, соответственно, празднование Пасхи. И дальше, следующий праздник, недель, седмиц, шивот по-ебрейски. День первого урожая, когда вы совершаете хлебное приношение Господу из нового урожая. Праздник недель. Да будет для вас священным. Не делайте в этот день никакой работы. Принесите в жертву двух быков, одного барана и семь годовалых ягнят. Как всесожжение, благоуханный дым, приятный Господу. Сопровождайте это хлебным приношением с пшеничной муки, смоченной оливковым маслом. Три десятых ифы на каждого быка, две десятых ифы на барана. И по одной десятой ифы на каждого из семи ягнят. Кроме того, принесите в жертву козла для вашего искупления. Практически одна и та же схема, то есть пиршество, которое выглядит как обычное пиршество того времени, но в особо крупных размерах. И отдельно жертва козла для искупления. Эти жертвы должны прибавляться к регулярному всесожжению и хлебному приношению с возлияниями. Жертвенные животные должны быть без изъянов. Постоянно повторяется, что без изъянов, но принцип понятен, потому что Богу отдает не то, без чего могут обойтись, что лишнее, а самое лучшее. 29 глава продолжит этот перечень жертвоприношений, которые по определенным дням в праздничные дни должны были приноситься и приносились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok